приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы каждый огородник выращивает в обязательном порядке огурцы сортовые или это гибриды главное любимое овощное растение планируется для получения зеленцов огурцов для питания в свежем виде просто похрумать или салатики сделать а также для заготовок на зиму какая же картошечка в мундирах без кисленьких огурчиков маринованных мы так радуемся всходом росту побегов цветочком солнышком таким красивым и первым огурцам ароматным таким вкусным в начале сезона еще как-то беспокоимся о состоянии огуречных растений а потом начинается жара устаем от летних забот и упускаем обработки по защите огурцов от вредителей и болезней и тут приходит циклон выпадает дождь и огурцы превращаются в печальное зрелище это из моей жизни кстати фотографии видео то что снимала с 2010 года вот в этом видео использую листья быстро после такого дождя желтеют сохнут огурцы погибают а если осадки выпали в гнилые дни а это время когда луна находится в знаках стихии воздуха водолеи близнецах весах тогда они в эти периоды просто напросто погибают медленно потому что корни задыхаются кстати корни не только огурцов других растений задыхаются и начинают гнить и медленно погибают погибают естественно и само растение я столько десятилетий проходила этот сценарий что в 2010 году полностью перешла на выращивание огурцов в теплице сначала это были огурцы в пленочной теплице затем в поликарбонатной но и здесь были проблемы с разными сортами и гибридами именно во второй половине августа в начале сентября болезни и вредители в самое жаркое время пытались уничтожить наш труд введение дневников наблюдения и анализ привели нас к тому что теперь найден лучший огурец это партенокорпический раннеспелый огурец корейской компании вангву био арктика f1 так называется в начале была арена этот огурец так создали и назвали корейские селекционеры сейчас он везде и всюду продается арктика f1 высаживала рассаду этих уникальных огурцов в 2020 году в открытом грунте но град порезал все растения и они погибли зато в теплице арктика живет до холодов о чем сегодняшнее видео я не стану рассказывать о болезнях с демонстрацией каждой болезни и о вредителях есть у меня фото и видео этой напасти на наши любимые растения просто еще раз хочу призвать тех кто надеется на старые добрые времена когда один родничок плодоносил до середины августа иногда и позже этих старых времен уже никогда не будет климат перестраивает наш уклад жизни и наше отношение к выращиванию всех овощей в том числе и огурцов без теплицы без новых сортов или гибридов устойчивых к ряду заболеваний ко всему не может быть такого сорта вообще трудно вообще бы получать даже первый урожай холодная весна и холодный дождливый июнь этого уже 2021 года а теперь вот тропический июль просто нас ведут к тому чтобы мы стали серьезно относиться к выращиванию овощей те кто с нами всегда те еженедельно проводят профилактические опрыскивания огурцов и других растений биофунгицидами триходермином гаупсином другими то что есть в данной стране используют или используют какие-то другие настои трав то что получают хороший результат но это делают еженедельно и эти люди огородники выдерживают экзамен лета ваши фотографии рассказы свидетельствуют об этом кстати огурцы даже после дождей после дождей вот у таких огородников живые и продолжают формировать огурцы зеленцы в открытом даже грунте только там где смыло все конечно там уже ничего не удастся восстановить и нету жизни под водой в моей почте каждый день вопросы по огурцам с фотографиями с рассказами есть уже успешные огородники которые используют биофунгициды настой травы настой чеснока очень активно используют для профилактики заболеваний и вредителей но это уже мудрые зрители и читатели которые с нами уже несколько лет и выполняют все требования технологии выращивания огурцов но и не только огурцов к сожалению есть и новички которые присылают печальные сообщения о болезнях огурцов агрономы по защите растений если вы к ним обратитесь или же в семенные магазины расскажут об этих болезнях о вредителях более подробную информацию посоветуют несколько химических фунгицидов инсектицидов вот а сейчас магазина кстати настоящий бум и очереди за всеми этими ядовитыми веществами покупают травят почву воду из себя те огородники дачники которым лень еженедельно помогать своим питомцам выживать в это сложное время климатических изменений на земле задайте себе вопрос чтобы понять меня и мой этот видео посыл вот вы утром встаете пьете воду или чай завтракаете в обед обедаете еще и первое второе как у кого получается вечером снова прием пищи и это каждый день плюс моетесь купаетесь одеваете чистую одежду чистите зубы и много другое делаете а почему вы только раз в неделю не едите не приводите себя в божеский вид почему вы только раз в месяц не моете зубы допустим не купаетесь а растения такие же живые и у них тоже есть душа у всего есть душа от энергии энергии божественные на земле помогите им своим вниманием ежедневной заботой не только поливами даже в гнилые дни это делают многие но и проведите раз в неделю профилактическое опрыскивание любым биофунгицидом или настоем трав чеснока затем биоэнсектицидом это то что убивает вредителей то есть не подпускает их и не дает им возможность развиваться размножаться на листиках можно настои трав различных другие продукты все это есть и благодарю очень многие присылают свои рецепты и у нас уже собирается своеобразная новая тема и мы вот испытываем и будем обязательно вот это все рассказывать делиться с вами как она воздействует вот при таком раскладе и дождь не станет точкой отсчета умирания огурцов или других овощей а для того чтобы обезопасить от градобоя стройте теплицы без них нет будущего у огурцов и других овощей мучнистая роса ложная мучнистая роса то есть пероноспороз кладоспориоз огурцов или бурая оливковая пятнистость склеротиния белая гниль серая гниль антрокноз медянка корневая гниль эти и другие заболевания и новые которые сейчас специалисты по защите растений находят новинки мутантов разных заболеваний вот этот набор такой букет болезней перейду к вредителям паутины клещ бахчевая и другие разновидности тли в этом году просто процветают белокрылки галовые нематоды клопы черепашки и новые жучки это только часть тех болезней и вредителей которые атакуют наши любимые растения если мы будем наплевательски относиться к овощам один из зрителей написал мне не хочу еженедельно как вы тратить время на обработки подкормки лучше пойду и куплю огурцы на базаре покупайте это ваш выбор если у вас есть базар и если есть такая возможность а наш выбор экологически чистые здоровые овощи чистая вода здоровая земля и наше личное здоровье вот закончила вам эту тему освещать и еще раз спрашиваю себя о чем хочу сказать этим видео а о том что надо готовиться к более сложным климатическим условиям строить теплички искать семена огурцов которые создают современные селекционеры для устойчивости к ряду заболеваний и вредителей и учиться учиться различным способом защиты огурцов от различных заболеваний и вредителей и готовить арсенал защитных средств заранее и этот арсенал многим уже доступен нужно только взять и заняться этим серьезно не надеяться на авось и на то что вернутся старые времена абсолютно точно знаю что они не вернутся удачи вам в огородных делах хороших урожаев огурцов желают вам авторы канала раиса горяченко и александр волик до новых встреч на позитивной ноте на нашем канале